Далеко, далеко, далеко мое детство, Сколько зим, сколько лет у меня на счету. В день памяти Алексея Решетова звучат стихи и песни на его слова. Творческая элита города и поклонники его творчества собрались у памятника поэта, чтобы почтить его память. Это уже наше традиционное мероприятие, событие в городе, когда к нашу скверку литературному очагу в день рождения, в апреле, Алексей Леонидович, и в день его светлой памяти люди приходят, возлагают цветы и читают свои стихи. Это здорово, что вот это уже такая добрая традиция, она уже пьется в течение многих лет. Раиса Нурьяхметова уже не первый год приводит своих учеников на мероприятие, посвященное Березняковскому поэту. Ее воспитанники сами сегодня читали стихи Алексея Решетова. Это просто невозможно не говорить о красоте, о яркости стихов Решетова. Это святое, это самое важное и самое главное. Вот мы идем сегодня, я этим говорила, вот листья шуршат, а вот листья падают. А он ведь на все это обращал внимание. Ему это все нравилось, это была его жизнь, он душал этим. На дне памяти Алексея Решетова собрались и его почитатели, и близкие друзья. Один из них, Иван Волков, рассказал нам приятные воспоминания о своем товарище и соратнике по литературному творчеству. Знаете, вот мы с ним шли по городу, по улице Ломоносова, и там висел большой-большой такой транспарант, и было на нем написано, полюби свой город, и город полюбит тебя. И вот я как-то так автоматически вслух прочитал, Алексей говорит, «Ты знаешь, старик, какие замечательные слова, а какие замечательные люди живут в нашем городе. Город Березники и Решетов – это неотделимы друг от друга». Стихи Алексея Леонидовича как воздух, говорят березняковские поэты и литераторы. Они помогают жить, любить и творить. Наследие Решетова пополняется новыми произведениями. Например, сегодня была презентована новая книга «Онтология». Творчество авторов березняковских поэтов «Заповедные берега». Но об этом уже завтра. Ольга Распономарева, Елена Джан. Наши новости. Ольга Распономарева, Елена Джан.